Надо, но если не получится, то как бы не получится. А чё? One B, да? Мы не фокусники же. Виртуозы порой, но не фокусники. Виртуозы порой, но не фокусники. Очень серьезная рыба. Петерцов Андрей и Дмитрий Елисеев. 600 рейтинговых баллов. Абсолютный результат. Два первых места. КОНЕЦ Когда-то зародилась идея. Вообще много всего начинается с идеи, с хорошей идеей. Почему бы нам не сделать свои силиконовые приманки? И почему бы не сделать не просто силиконовые приманки, а лучшие силиконовые приманки в разных направлениях? КОНЕЦ При ловле на овсетнике в корягах нужна третья приманка. Когда мы ловим на джиголовку в достаточно таком медленном стиле, и в первую очередь охотимся за крупной рыбой, ну, например, щукой, нужна четвертая приманка. Поэтому изначально родилась идея, которой мы, собственно, и придерживались последующие три сезона. Это сделать набор таких приманок, которые перекрыли бы вообще все условия, которые встречаются в России. Кстати, бренд наших силиконовых приманок называется ФРАП. Ну, я хотел сказать, что это наш совместный проект с парнями из компании МИДА. Я очень много, реально очень много сил в это вложил. Как я уже сказал, название всему этому силиконовому проекту ФРАП. И среди разных приманок под разные условия есть такая, которая называется ГЕКО. И что интересно, вот маленькие размеры, ну, там, около 4 дюймов, они предназначены для ловли в том числе с берега, в том числе со всетным крючком, и в том числе для, ну, там, достижения очень приличных дистанций. Поэтому у него такая прогонистая форма, у нее гораздо такой, гораздо более компактный такой маленький хвостик. Ну, вот это сделано все не просто так, это, ну, те требования, которые предъявляют ситуацию. То есть, именно для ловли с овсетом, для ловли с двойником, для ловли на дальней дистанции форма приманки должна быть такой. О-о-о-о, отзернул, что-то знаешь. Тудак. Советы Зюзина работают. Тудак. Ого, как он проглотил 6,9. Слушай, вообще не травмировал он. За счет тройничка он в распор встал. Ни его, ни ее. Все остались живы, здоровы и целы. А можешь фоточку сделать? Конечно. Все, снял. Да, дай крупнее сниму вот так вот просто. Парень вообще показательно себя ведет. Ну, ты накликаешь сейчас беду. Чувствую, да. Побежала дрожь по жилам. Что-то я не тем занимаюсь, похоже. Долго ты крышки точишь. Хороший судачок. Пятерок? Ну, около пятака, да, наверное. Слушай, долго ты его раздраконил? Блин, драконил вообще как мог. Приманка Фанкишет. Опять сработала по судаку. Ну, эта форма, в принципе, у него одна из фаворитов. Не одна из фаворитов, а вообще, наверное, лучшая форма по судаку. Вытянутая, прогонистая приманка. Уклеечка, платвичка, чихонько. Вода прозрачная, поэтому больше веры в натуральную какую-то расцветочку. Вот, глубина большая, блестки помогают найти судаку эту приманку быстрее. И равномерная плавная проводка, вот так вот, хвостом ему только что давали по щам, щекам. Вот, и он соблазнился. До этого водили что-то ни в какую. Ну, видим, рыба есть. Уговорили. Многие думают, ну, что там, ну, приманка и приманка, да. Ну, хвост и хвост, там, ну, какое-то тело. Ну, садил на жиг головку, там, кидай, крути, да будешь ловить. Ну, в принципе, будешь ловить. Активную рыбу. Очень активную рыбу. Та, которая заведена, и та, которая очень мало в водоеме. Да, ты ее будешь ловить. Но капризный такой, полу настроенный на поклевку рыбе, рыбе, или вообще, которой ничего не надо, вот, нужны строго определенные колебания. И моя была задача найти ключик, найти этот алгоритм, какие колебания должны быть в той или иной приманке. Когда мы ловим на овсети среди коряк, какие колебания нужны. Когда мы ловим на джиг головку, какие нужны колебания. Какой должен быть хвост, как приманка должна играть. Вот. Ну, и, собственно, потом были образцы, были тесты, были, там, перерабатывание прототипов и так далее, и так далее. То есть, это было и интересно, но, к сожалению, очень долго. И нужно быть уверенным, нужно проверить, нужно поймать ни один десяток, ни одну сотню рыб, и только после этого принимать решение. Тогда тебе будет не стыдно, и ты будешь реально говорить, основываясь на четких цифрах, а не на своих домыслах, хорошая это приманка или плохая. Ну, да, больше порезов нет, прям в голову ударил. Классная была поклевка, может быть, очень хорошая рыба. Классная была. Это гека в размере 6,9 дюймов. Никому не говорить. Тут у нас просто лодки вокруг, я особо не шумлю, поэтому... Все, отпускаем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вот прям я над ней порхал, и она, видно, из нее вышла. Классная поклевка, вообще просто. То есть я так прям порхал, порхал, порхал над корягой, там стая леща, и как она дала! И руки чистые, и приманка не порванная. На тренировках люблю, когда так происходит. Просто надо немножко подождать, и она пошла домой обратно. Это взяла вот тоже на похожий размер, там 6,8. То есть, в принципе, мы пробуем и помельче приманки, и покрупнее приманки. Но пока с более крупными, больше эпизодов. Ну, где заветное слово «потсак»? Да нет, там рыба как-то клюнула резко, но небольшая по форме. Так что штуки продуманные, я в них совершенно не сомневаюсь, что под определенные условия есть определенная приманка, и она как минимум одна из лучших для этих условий. А, кстати, тоже интересно. Наверняка, ну, наверняка многие будут сравнивать с тем же кейтеком, легендарным кейтеком, на который кто-то кониловит, 6,8 размер. Ну, в принципе, нет. Клюет и на 7,8 – неплохо, но самый такой, самый убойный, самый известный – это размер 6,8, потому что с помощью него выграно, но уже, можно сказать, огромное количество турниров. Мое видение, то, каким должна быть эта приманка, для каких условий и как именно она должна играть, это отражено как раз-таки в этой линейке. Поэтому сравниваем ту же геккайки и кейтек 6,8, да. Дело в том, что в водоеме есть по-разному настроенные рыбы. Это я вообще постоянно повторяю. И даже если ты ловишь на какой-то офигенной точке, и там стоит 5, 6, 7, 8 судаков, то одного-двух судаков ты поймаешь на тот же кейтек 6,8, а потом потребуется что-то поменять. Именно поэтому мы ловим, например, если даже ловим вдвоем на кейтек 6,8, обязательно ловим на разные цвета. Кто-то ловит на яркий, кто-то ловит на натуралку. Хотя бы такое изменение. Но лучшее – это использовать еще одну крутую, классную, рабочую приманку, но немного другую, немного с другими колебаниями. И вот это как раз тот случай, когда классных приманок мало не бывает. Когда у тебя есть хорошая точка, на ней стоит 10 рыб, чтобы поймать максимальное количество с этой точки, тебе надо использовать, ну, как минимум, 2-3 приманки. И обычно это, там, поролонка в размере 125-140, ну, 160, вот по последнему моему опыту очень неплохо работает. Это FET, допустим, 6,8 и тот же GECO 6,9. Вот, ну, на мой взгляд, это оптимальный баланс, когда ты можешь с одной очень классной точки поймать максимум ее потенциала. Потому как подойдет ты на нее только с поролонками, поймаешь одну рыбу, подойди с кейтеком 6,8, поймаешь тоже одну-две рыбы, поставь еще третью приманку, например, ту же GECO, которая отлично работает на джиг-головке и офигенно в таком, ну, среднем течении, в достаточно медленном потоке. Ты поймаешь еще одну-две рыбы. Ну, короче, шансы, что ты поймаешь больше, если ты используешь дополнительную крутую приманку, они просто максимальны. Поэтому я бы не сравнивал их в лоб и не говорил там, нет, однозначно кейтек 6,8 лучше. Или, да, нет, ну что вы, GECO мы создали, она гораздо лучше работает, чем кейтек 6,8. Нифига. И та, и другая классно работает. Просто одной рыбе понравится 6,8, а другой рыбе понравится GECO. И сколько ловлю, сколько кидаю на разных точках эти приманки, ну, лишний раз в этом убеждаюсь. Че, в одно и то же место двоим, да, кидаешь? Че, в одно и то же место двоим кидаешь? Не, не надо, не надо, зачем? Рыбы везде одинаково, да? Она там, тут же головочку на соперках висит. А, уже все. Здесь такие разрозненные небольшие стаи леща, он здесь не сгруппирован в какое-то там одно большое облако. Там, допустим, 20-30 особей здесь, 20-30 особей здесь. Они вот такими пятачками маленькими. Вот между ними встаем то там, то здесь и как бы... Предлагаем разные, этот, десерт. Ну да, как бы хаотичные перестановки, одна из них сработала. Пригодится нам это на соревнованиях или нет? Ну, как бы, будем думать. Ну что, я предлагаю запомнить название этой приманки. Называется FRAP GECO. Я думаю, она еще войдет в историю. А еще в силиконовой приманке очень важно подобрать жесткость. Если ты сделал слишком жесткую резину, она на легких грузиках играть не будет. А сделал слишком мягкую резину, она на больших грузах и на течении тоже неправильно будет работать. И в этом, казалось бы, маленьком нюансе заложен огромный потенциал. Поймаешь ты рыбу или не поймаешь. Очень серьезная рыба. Давай с другой стороны, Андрюх, какую-то там выберем. А на что у тебя, Андрюх? Чего ты говоришь, Дюх? На что? Гека. Гека 20 грамм темная. Давай, хватчи еще. Хвачу. Давай, давай, заводи. Опа. Все живы-здоровы. Даже этот парень, который побывал в аду просто. Я говорил, Гека еще войдет в историю. Там моторка идет? Все предпосылки есть. О, пошла. Отлично. Не, ну нас сегодня палит вообще постоянно. Вообще ничего сделать без дозора нельзя. Хотел еще раз повторить, в принципе, ту идею, которую говорил во время нашей дневной съемки. Каждой приманке свои определенные условия. То есть, ну, скорее всего, да не скорее всего, я прекрасно понимаю, что надо сделать отдельный ролик для каких целей, для какого там именно водоема и каких условий та или иная приманка. Ну, вот, например, можете сравнить. Это маленькая Гека, да? А вот большая. Это размер 6,9. Это гораздо меньше. У нее совершенно разные пропорции. Это и тоньше, у нее и хвостик меньше. А тут вообще совершенно хвост другой. Это сделано, соответственно, не просто так. Потому что крупная приманка предполагает использование джиголовки. Именно с джиголовкой она больше всего поклевок приносит. Маленькая приманка, как правило, для ловли на дальней дистанции, для ловли в корягах. Например, тот же фанкишет маленький. Он и для двойника классно подходит, и для овсетника классно подходит. И под небольшую джиголовку тоже можно использовать. Но как только мы используем большой размер, то абсолютно 100% случаев это джиголовка. А вот это вот наша еще одна приманочка. Ну, я говорю, я буду более подробно рассказывать. Но она создана для сверхдальнего заброса, для тяжелых грузов. И, как правило, для динамичной проводки на таком достаточно сильном течении. Короче, каждой приманке свои определенные условия. Но гвоздь нашего сегодняшнего дня, на что поймана была эта красотка, это, конечно, вот эта вот штучка в размере 6,9, которая сделала просто сегодняшнюю рыбалку. Я уверен, вы заметите, типа, а что геко-хвостик неровный? Какой-то он такой очень странный. На самом деле он не странный, он мною обрезанный с помощью ножниц. Я добивался идеальной игры. Ну, понятно, что я использую там нож, ножницы и все остальные средства, которыми можно менять силиконовые приманки. Вот, поэтому здесь, на нашем прототипе, он такой неровный, но он абсолютно рабочий, именно тот, который мне бы хотелось. И мы уже заказали новую форму, и уже серийного производства эти приманки будут в России, ну, наверное, через три недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажи рыбку. Ну, смотри. Слушай, ну да, два плюсика. Два плюсика. Два плюсика. Мы в этой точке судака ловим, и зачастую судак, ну, там, похуже клюет на размер 6,5, 6,8, 7 дюймов. Поэтому выбрали следующую тактику. Я ловлю на флинта 6-дюймового, а Дима ловит на приманку более крупную 6,9. Ну, вот пока счет мою пользу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дуплет все. Там это... У меня такая трингель-рыбка. У меня против тяги не понимаю, но нормально. Дима, сейчас хочет сказать, что это как раз тот случай, когда у меня висит приманка 6 дюймов, а у тебя приманка 6,9 дюймов. Поэтому я поймал рыбу на двушку, а ты поймал рыбу такую, 4+. Размер рыбы пропорционально размеру приманки. Слушай, да, я фанкишет сфотографирую, так красиво висит. Скажу, что приманка играет на минимальных движениях катушки, то есть она работает на самой медленной проводке и зачастую это носит роковую роль, собственно, как и случилось с этим парнем. Мы тут со всех сторон принимаем. Это мне. Ну, такая недвушка, наверное, но... Два двести. Два двести, да, два четыреста. А у меня как раз флинт 6-дюймовый, тот, о котором я говорил. Конечно, мы смеемся, это было стечение обстоятельств, то, что на 6 дюймов поклевка более мелкой рыбы. Но отчасти доля, правда, в этом, конечно, есть. Сеня, береги приманку. Нормально, у нас аж штук 9. Ты сколько на нее поймал? Я на нее... Две, да? Две поймал, еще одна поклевка была, да. Мы как раз с Димой обсуждали то, что сейчас уже, ну, условно, только ленивый спортсмен в палине ловит на Ки-Тек Фет 6,8. Вот, поэтому тут уже не каждую рыбу удивишь 6,8. А нам подошли уже финальные наши образцы, уже полностью готовые, переделанные. Уже раз, какой мы их там переделываем, ну, неважно. Короче, я постоянно повторяю, что три сезона мы работаем над этими приманками. Вот. Я надеюсь, в тех местах даже, где будут ловить другие спортсмены, да, мы на другие приманки, помимо 6,8, можем поймать другую рыбу. То есть, кто-то прилетел туда, поймал на 6,8, а мы такие прилетели, мы же хитрые, мы кто-то используем 6,8, а может быть, вообще откажемся даже от 6,8 именно с той позиции, что место было обловлено именно этой приманкой. Как я люблю часто говорить, это действительно срабатывает, в одном месте живет рыба по-разному настроенная. То есть, какую-то рыбу ты можешь поймать реально на 6,8, для какой-то нужно 7,8, для какой-то другой, а вся эта рыба живет в одной точке, нужна другая приманка. Так вот, вот эти вот другие приманки. я надеюсь, они и станут в туре нашими другими приманками. Но у нее же колебания другие. Колебания другие, ну конечно. И форма. И форма, и все. Все другое, и колебания, и форма. Короче, пока они есть только у нас, и это меня очень-очень радует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова